Окей, добрый день, дорогие коллеги. Сегодня у нас в гостях Татьяна Малыш с нашего видео World Teacher Experience. Она вам расскажет про то, как организовала свою работу с дошкольниками. Татьяна, давайте расскажите про себя, ознакомитесь с нашими зрителями. Да, добрый вечер, меня зовут Татьяна Малыш, я учредитель и методист-практик по дошкольной работе и вне классной работе с младшими школьниками. В городе Краснодар мы открыли с мужем 19 августа небольшой частный детский сад, скорее дошкольную академию, принимаем деток от 5 лет и занимаемся подготовкой к школе. Методика обучения у нас смешанная, мы некоторые взяли, скажем так, некоторые моменты, некоторые пункты методики с канадских детских садов, с канадской методики подготовки к школе и наша традиционная школа обучения. С самого открытия детского сада у нас был введен гугл-календарь в виде помощника, то есть в виде помощника для того, чтобы родители, может кто-то не приехал, кто-то забрала бабушка или там привела, допустим, няне, да, но родители должны быть в курсе того, что дети проходят и что происходит в детском саду, поэтому мы придумали ввести такой онлайн гугл-календарь, в котором отображали все события за день, которые происходят у нас в саду. И это нам помогло, помогло вот с момента наступления карантина, помогло плавно перейти на дистанционное обучение в нашем детском саду. Итак, я с вашего разрешения покажу сначала данный век. Да, давайте покажем нашим зрителям, как у вас организовано это все. Давайте покажем сначала, да, гугл-календарь для того, чтобы понимать. Вот он наш календарь. То есть этот гугл-календарь, они могут видеть ваши родители, да? Наши родители, да, наши родители видят этот гугл-календарь, вот в таком виде он у нас находится, то есть у всех родителей, соответственно, на их смартфонах, либо же на компьютерах, да, где есть ссылочка календаря гугл, они могут видеть вот такое расписание для детей на целую неделю, то есть в какое время, какой предмет, когда занимаются дети вместе, когда занимаются по отдельности. Зеленый цвет это для младшей группы, синий цвет для подготовительной группы, и желтым цветом у нас отмечены те занятия, которые смешанные. Ну, в сегодняшний день это, грубо говоря, для дистанционного обучения. И вверху каждый день мы видим, какое домашнее задание дети должны сдать. Опять же-таки очень интересная, вот, допустим, функция у нас к гостям, да, если мне нужно позаниматься с кем-то индивидуально, например, математика в 10 часов, я хочу пригласить кого-то из детей. Добавить гостя я записываю, ну, вот, например, да, там, вбиваю адрес и отсылаю. То есть на почту родителю приходит приглашение о том, что мы занимаемся с ним индивидуально по такому-то предмету. Это вот, что касается нашего расписания. То есть все предметы по часам, по темам, все расписано у нас здесь. В описании мы очень часто, ну, когда мы были в офлайне, то в описании мы очень часто вписывали, какая тема занятия, какой урок по тетради и по какой рабочей тетради мы работаем. То есть либо там Петерсон, либо же это рабочая тетрадь Жукова, ну, относительно программы. И, соответственно, родители были всегда в курсе. Точно так же в календаре было отмечено, в календаре было отмечено внеклассная работа. То есть, например, там, в среду 13-го в 2 часа дня или там в 3 часа дня после сна, когда дети просыпались, например, театр. То мы тоже вносили сюда в этот Google календарь. То есть родители в режиме живого времени, они всегда могли отследить, что было, что не было и как оно происходило. Еще один очень важный момент. В этом календаре, когда мы занимаемся офлайн, то есть когда мы выходим в садик, еще отображено меню. То есть мы пишем, например, обед, и в описании данного события мы пишем, что детки едят в 8 утра завтрак, в 9, там, допустим, в 32 завтрак. То есть родители еще, соответственно, могут всегда отследить, какое питание у ребенка. Это что касается Google календаря. То есть вот так вот у нас была организована работа изначально. Когда мы перешли на дистанционное обучение, у нас стал вопрос, что же делать, как же быть, куда бежать, с чего начинать. И пришло мне на помощь очень актуальное видео от опыта титчера, где ребята рассказывали про то, как можно организовать работу в Google классе. Соответственно, это видео было просмотрено на мной не один раз, протестино, да, то есть как это и что это делается. И с помощью пошаговой инструкции мы перевели наших всех деток в дистанционный класс Google Classroom. Вот оно. Сейчас я закрою. Можно я вас здесь перебью, да, по Google календарю? Да, на самом деле это все очень удобно. Кроме того, что я тоже у себя на сотке часто ими пользуюсь при организации вообще своего досуга и так далее, да, и, соответственно, работы. И да, на самом деле это удобно. И, к примеру, когда вы назначаете задание, да, там, к примеру, родителям уведомление приходит за 30 минут по стандарту. И получается, вы также можете сами настроить, допустим, за 15 минут, чтобы приходило уведомление на сотку родителям, что вот через 15 минут начнется такой-то урок. На самом деле, да, это все очень удобно. И, кстати, на канале у нас тоже есть про Google календарь. Можете также посмотреть. И здесь, да, на самом деле очень приятно слышать то, что видео у нас имеет такой международный формат, то, что люди смотрят, люди учатся. Спасибо. Да. Ну, вам спасибо. Большую помощь оказывайте нам, учителям, которые еще не успевают, не успевают так быстро шагать за временем. Вот мы перешли плавно в Google календарь. Вот здесь вот мы курсы наши назвали и разбили их по группам. То есть у нас младшая группа, старшая группа и подготовительная. Тест — это то, что дети с разных групп берут и сбрасывают мне, как руководителю, когда я провожу проверку или срез знаний. Ну, давайте на подготовительной группе. Вот я сейчас детей подготовивших веду, я подробно могу рассказать. Значит, в пользователях, соответственно, у нас введены аккаунты детей с помощью родителей. То есть родители либо свою почту дали нам, да, либо почту ребенка. Сюда мы завели всех учащихся. В ленте отображаются, опять же-таки, согласно расписанию Google календаря, все занятия и все уроки, которые мы проводим. И, соответственно, мы сделали вот так. Когда мы делаем задание, тут есть возможность выбрать либо же материал к теме, либо же задание. Материал к теме я печатаю каждый день накануне. То есть что мы будем проходить, какую тему, и, соответственно, PDF-файлы мы загружаем. А в задание, которое нужно и будет выполнить дома, мы загружаем вот с таким вот значком, для того, чтобы детям было легче потом его возвращать. То есть они уже знают, эти задания в их аккаунтах только эти, вернее, только эти задания отображаются. Они нажимают на задание, фотографируют и отправляют. И это выглядит вот так. То есть когда у нас дети, грубо говоря, присылают нам задание. Вот покажу на примере своей дочери, которая пропускала уже сроки сдачи. Вот выглядит вот так. То есть ребенок сам фотографирует, ну, выполняет задание, фотографирует и его отправляет к нам в Google Class на проверку. Соответственно, после того, как я проверила, после того, как я поставила личный комментарий, я отправляю ребенку, ребенок и его родитель видят, что задание выполнено, и с какими ошибками, либо с какими исправлениями. Вот так вот у нас получается. И вот это, собственно, по заданиям, что я хотела рассказать. И по темам. Вот здесь вот темы для задания, мы их разбили на темы наших предметов. То есть здесь каждая тема, это, грубо говоря, предмет. И затем в каждый предмет мы загружаем либо задание, либо, опять же, тему. То есть там, допустим, по прописям. Опять же таки, что у нас было на уроке, тема урока и домашние задания, что ребенок должен был выполнить. Опять же таки, тема и что ребенок должен был выполнить. Это вот что касается обучения. То есть как у нас систематизировано наше обучение. Все идет согласно годовому плану, все идет согласно по урочным планам. То есть мы не отступали ни на полшага от той программы, которой мы должны придерживаться. И реально вот у нас в день получается 4 занятия, и мы успеваем все закончить, все тетради доработать до конца мая. То есть дети не потеряли, не было какого-то отката назад, да, или там, что вот мы пропустили там неделю, две, три. Мы сделали это все как бы так оперативненько, все перевели в цифру, всю программу. Вот по возможности отсканировали, нашли дополнительные уроки или пояснения на YouTube. И еще, что очень важно, что, допустим, когда ребенок пропускает занятия, то я всегда прикрепляю сюда занятия Zoom. То есть я знаю, например, меня родители предупреждают, что не будет там двоих или троих детей на этом уроке. Тогда я включаю запись этого урока, и урок, уже сам урок, прикрепляю сюда в Google Class с пояснением темы. Объяснение по домашнему заданию. Очень часто я обычно просто снимаю на телефон с ребенком. То есть ребенок сидит рядом, да, я объясняю, как выполнить эти задания, и тоже, соответственно, сюда прикрепляю как помощь к выполнению домашнего задания. Вот это что касается Google Class. Если есть какие-то, Нурсултан, вопросы, давайте. Да, здесь пару вопросов сразу уточним. Получается, вы просто создали для одной группы один Google Class, то есть не развивали их отдельно по урокам, по предметам, да, а предметы просто сделали как разделы, получается, да? Да, да. Я вижу, как разделы, то есть, да, то есть потом, соответственно, ученики не путаются, да, здесь, потому что они еще не совсем же в этом всем ориентируются, в принципе, какие родители, да, то есть здесь вот так структурировано, и они слева сразу все видят. Ну, да, потому что здесь был еще, знаете, как здесь еще я, ну, немножечко, так скажем, скреативила, потому что должно было быть в первую очередь просто для родителя, чтобы он не путался, куда на какой курс ему заходить, где как ему сделать. Поэтому я решила, что курс мы сделаем как группу, ну, как, грубо говоря, дистанционный класс, а предметы вот разобьем по темам, по предметам. И получается, детки, они сами со своего телефона фоткают, либо же родители помогают, или и так, и так? Ну, нет, вообще, как бы тут подготовительная группа, то есть дети идут в первый класс, им 7 лет всем, и они уже давным-давно умеют, ну, грубо говоря, как давным-давно, там, они уже умеют пользоваться телефонами, поэтому они с легкостью нажимают, делают фотографию, и, соответственно, те родители, которые научили детей, то они их отправляют сразу в Google Class. Я пришлю вам интерфейс вот телефона, как вот, например, делает это мой ребенок, да, то есть есть значок Google Class, мы заходим в Google Class, мы заходим в задание, и уже в перечне заданий, где, что им нужно сдать, там уже высвечивается, то есть она нажимает на это задание, фотографирует и нажимает кнопочку «Сдать». Ну, это, как бы, я считаю, удобно, потому что здесь дети работают напрямую без того, что мама, давай, или, там, папа, отошли, сделай, как бы здесь уже более дети самостоятельные. И, опять же-таки, все помогло то, что мы с детьми начали играть в проход, вот это мы медленно подходим к третьему этапу, да, с чего у нас начали дети, и как у нас дети начали пользоваться и научились пользоваться телефонами. С декабря месяца, когда мы еще ходили в детский сад, когда у нас было занятие оффлайн, мы ввели игру поход для среза знаний, то есть она мне очень понравилась в том плане, что очень интересно было наблюдать за детьми, как же они отвечают на те вопросы, темы, которые мы уже прошли. И вот я разрешила детям носить телефоны в детский сад, они приносили телефоны только в тот день, когда у нас была по плану игра к охот, и потихонечку-потихонечку мы с ними научились пользоваться гаджетами в целях образования. Вот, игры у нас составляются каждую, игры составляются у меня каждую неделю, либо там раз-две недели, все зависит от темы, то есть тема математика, тема английского языка, окружающий мир. Каждая игра относится к одной из тем, которые мы прошли. Дети с удовольствием играют, дети сами у нас придумали систему оценивания, то есть вот многие, может быть, как-то критично относятся к тому, что вот это здоровая конкуренция, вот там первое, второе, третье место в конце, да, выпадает, то есть такого нельзя делать. Ну, тут все зависит от педагога, как педагог преподнес это оценивание. Я не принимала участия в обсуждении по оцениванию вообще. Дети сами собрались и сказали там, Татьяна Александровна, давайте сделаем так, кто проиграл, тот выбирает, в какую игру мы еще раз играем. Поэтому у нас вот эти углы были сглажены. Играем мы в викторины, но даю им еще и индивидуально, то есть если ребенок пропустил, то, соответственно, копирую ссылочку любой игры и отправляю через Google Class. Через Google Class я отправляю ту игру, на которую мне, ну, ту игру, которую мне нужно протестить или снять срез знаний по той или иной теме. Получается, здесь у Кахута есть такая возможность, чтобы вы скинули ссылку отдельному ученику, и он ее прошел. Да, и затем, опять же-таки, он делает, например, фото, ну, вот я еще не знаю, может быть, есть возможности у Кахута, когда сразу ребенок может отправить свой отчет, да, но детей я научила так, что после того, как они проиграли, у них сразу есть отчет, где какие на вопросы они ответили правильно, неправильно, то есть сколько процентов правильных ответов, какой процент неправильных ответов. Они делают скрин своего экрана и тем же способом, то есть как они зашли, они точно тем же способом его отправляют обратно в Google Class на то задание, где было указано им сыграть выбор. То есть все структурировано, все стематизировано вокруг вот Google Class, Google Class, то есть мы все делаем в Google Class. В Google Class мы пользуемся также вот джембордом, да, то есть детям очень нравится, когда я передаю им управление доской. Мы часто решаем логические задачи, да, то есть мы написали циклы, написали буквы, они вообще в восторге от того, что они могут там чуть-чуть что-то подчеркнуть, что-то пописать. Поэтому у нас все выстроено вокруг Google Class. На самом деле я немножко удивлен, потому что я никогда не работал с дошкольниками, то есть у нас физика здесь начинается с 7 класса, и то есть я уже работал такими с подростками, взрослыми детками, и немножко удивлен, что они умеют делать скрины, то, что они переходят по ссылкам и то, что отправляют задание в Google Classroom. И вот еще хотелось бы отметить то, что, к примеру, на компьютерной версии Google Classroom там, к сожалению, фоткать нельзя. А вот, как вы говорите, в мобильном приложении, то есть там, что это очень удобно сделано, они могут не фоткать заранее, потом открывать задание и загружать, то есть там уже есть такая функция, как сфоткать, да, и также есть еще и функция сделать видео. То есть с этой стороны Google Classroom прям идеально подходит для того, чтобы сдавать домашние задания в качестве вот таких вот фотографий, что вот мне реально понравилось. Я думаю, то, что вы тоже это сейчас все видите, это все на себе оцениваете, да? Да. Еще вопросы, да, здесь. А как вообще это все встретили родители? Ну, так как я начала, наверное, с подготовишками, родители были перепуганы в том, что детям-то поступать в первый класс все равно придется, и у родителей больше были переживания в том, что мы вот детей вложили на протяжении учебного года вот столько знаний, и сейчас дети месяц-два сидят дома, и это все вот прекратится вот в такое, да, количество знаний. То есть здесь больше, наверное, было у родителей, что давайте что-то делать. То есть не столько вот нет, мы не будем там, да, наших детей сидеть за компьютер, или это вредно, нет. То есть мы провели с родителями родительское собрание в Zoom. Одно, с чем я столкнулась, это даже было не противоречие родителям, а это была какая-то такая просьба провести с ними изначально семинар и научить рассказать, как это все будет происходить, то есть чтобы они могли помочь детям в настройках, да, допустим, в самоорганизации вот этих предметов. С родителями, к сожалению, приходится работать каждую неделю. То есть каждую неделю приходится либо в индивидуальные встречи, либо звонки и объяснять, что ничего страшного, то есть там где-то кто-то пропустил, где-то что-то мы доработаем индивидуально. И, конечно, все вот зависит от темперамента ребенка. Есть дети, которые высиживают, например, легко 25-30 минут, вот они, ну, легко вот прям вот высиживают, как полный урок, а есть дети, которые 15 минут, и все, потом у них теряется вот внимание, они не могут сконцентрироваться, там папа прошел, там мама кружку поставила, там где-то кто-то кому-то позвонил. Понятное дело, что у ребенка на первых этапах были вопросы, что почему я дома что-то должен был делать. И здесь вот была проведена больше, скажем так, работа с родителями, которые должны были объяснить, что это вот пока, что это вот так. То есть мы сейчас компьютер воспринимаем за инструмент знаний. То есть там, Татьяна Александровна, проводни, как этим пользоваться. Встретили больше дети, наверное, как бы скандали с тем, что родители начали сокращать игровое время для детей. То есть у тебя уроки, ты просидел час за уроками, давай-ка, дружочек, там отдохни, да, где-то что-то почитай, или что-то там поиграй в левую, что-то поделай, ну, не связанное с компьютером. И дети вот тут вот больше начали, конечно, сопротивляться, что нет, я не хочу учиться, я хочу там играть в Майнкрафт, или там еще какие, да, вот они сейчас игры играют. А родители постоянно требуют того, что вот мы что-то новое вводим, вы сначала проведите с нами семинар. Вы там что-то вот придумали, какой-то предмет, или придумали новую форму обучения, проведите с нами вот этот семинар. То есть здесь вот, конечно, усложнилось в том направлении, что нужно постоянно, конечно, руку держать на пульсе с родителями. А так как это дошкольники, так как это дошкольники, то здесь, конечно, двойная повышенная тревожность, двойное какое-то волнение за то, что не маленькие ли это дети для вот такого дистанционного обучения. В целом они отнеслись положительно, да, и также сами проявляли инициативу, да, чтобы их там научили и так далее. Но сейчас, наверное, собраний таких меньше стало? Или все перед чем-нибудь новым? Нет, сейчас у нас собрания проходят, что мы будем делать с выпускным. Поэтому в плане дистанционного обучения, да, как бы стали, ну, понимаете, тут все время, то есть родители видели, что, да, действительно дети занимаются, да, у детей откладывается тоже определенный багаж знаний, ну, может быть, чуть-чуть в другом направлении, может быть, чуть-чуть в другом формате. Поэтому появился вот такой кредит доверия уже к этому дистанционному обучению, и родители немножечко начали спокойнее относиться, вот количество занятий, количество времени проведения этих занятий. Ну, у нас, соответственно, появляются другие вопросы у родителей. Вот, что же мы теперь будем делать, когда выйдем в офлайн? Вот. Еще такой вопрос. Родители, они, как они сидят вместе с детьми, или они откроют ребенку ноутбук и садят ребенка, и потом ребенок уже с вами сам сидит, да? Да, изначально, вот когда я начала изучать зуб, я натолкнулась на такую возможность, как вызывать ребенка самой на конференцию. То есть я, например, пишу в расписании, когда какое занятие у нас по времени, и, соответственно, одна просьба большая к родителю за 10 минут до начала урока посадить ребенка перед экраном. Ребенок садится перед экраном и знает, что там, когда ему позвонили, он принимает вызов конференции и проходит у него урок. Я детей не отключаю от конференции, я их не выбрасываю после одного занятия, я их перевожу в дистанционный зал ожидания, они идут на перемену на 20-30 минут, ну, сколько нужно, затем я включаю, подключаюсь, вернее, возвращаю их в зал ожидания, и уже, соответственно, голосовым сообщением, что пора садиться на следующее занятие, они возвращаются. Ну, поначалу, да, поначалу, поначалу настраивали все родители, поначалу, конечно, мы родители. Сейчас родители, ну, опять же таки, потому что прошло время, дети научились, как это, мы постарались вот их организовать к большей самостоятельности, то есть они знают, время начинается в 10 часов, у них начинаются занятия, они уже в 10 часам садятся за компьютер, или хотя бы что-то делают рядом со своим планшетом, да, садятся за компьютером, но он уже включен. И как только, соответственно, мой звонок, они услышат и увидят, они просто нажимают на зеленую клавишу, принять вызов и садимся заниматься. Поэтому родители сейчас, очень редко, когда вместе с детьми, или рядом, или где-то поблизости находятся, то есть дети могут самостоятельно уже заниматься. То есть это уже все налаженная система, дети уже все знают, они уже научились, да, за такое время? Ну, то есть я стараюсь как, у меня вообще последний был такой, что не научить чему-то конкретному, то есть они таблицу умножения, грубо говоря, и скорость чтения могут нагнать и в первом классе, а вот именно модель обучения, как нам учиться, вот это вот самое главное, то есть дитё-то должно быть самоорганизованно, оно должно быть более самостоятельно, и ребёнок должен понимать, для чего он это делает, то есть для того, чтобы получить новое знание. Как только у ребёнка пропадает мотивация, как только он перестаёт, вернее, как только он теряет интерес, сам или с родителями это будет бесполезно, это дистанционное или недистанционное обучение, поэтому больше стараемся вот мотивировать тому, чтобы они хотели учиться. Опять же-таки помогает, вот как вот, мы ещё играем, правда, в Сократив игру, но она чуть-чуть сложнее, и она более командная игра. А Кахут очень помогает, мы сейчас подскачали всем деткам новое приложение по математическому счёту на платформе Кахут, что ушла, Драглбокс, по-моему, он называется, вот, и там вот дети у нас, грубо говоря, за две недели у меня ребёнок выучил таблицу умножения в пределах десяти, то есть не понимая этого, да, она просто играла, просто составляла эти базы, замечательно у нас получилось. А, видимо, в Кахуте появилась новая функция, да? Да, 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 новая игра появилась, вот как бы мы её сразу решили, опять же-таки я тестю всё на своих детях, то есть у меня погодки 7 и 6 лет, я сначала протещу на них, а потом уже запускаю в массы детский сад. Ну, как бы вот так у нас построено, построено так наше обучение. Хорошо. Занимаемся с детками у 4 лет, у деток 4 лет занятие по 15 минут, 15-20 минут, стараемся придерживаться всех норм, да, то есть как бы занятие не больше 25 минут, обязательно физкульт-минутка включена, обязательно три вида деятельности включены, ну и обязательно это всё проходит в таком, скажем, игровом формате, то есть когда уже есть какие-то серьёзные моменты, то, конечно, там требует немножечко строгости, а так всё происходит на том, что если вы хотите, мы это делаем, если вы устали, или у вас нет настроения, или нет желания, мы отпускаем без вопросов, никого насильно возле экрана не держим. Ещё один такой вопрос, я ваш видел открытый урок, и там, получается, у детей были карты, карты России, я кажется, с травами или же с ресурсами, да, а получается материалы распечатывают родители, или же вы им распечатываете, и потом передаёте как-то? Ну, смотрите, какая история, тут у нас в подготовительной группе, у нас практически у каждого ребёнка, ну дома, вернее, у родителей были принтеры, поэтому у нас в плане заданий по распечатке в PDF-файлах ни с кем не возникло никаких проблем. Если же у тех, у кого не было принтера, то мы передали всем рабочие тетради. А что касается вот уроков, которым нужны дополнительные какие-то вот моменты, да, то есть распечатать, опять же, такие контурные карты, там контурным картам были наклейки, и в этой ситуации, да, пришлось мне передавать, ну, как бы курьерской доставкой, передавать всем вот эти вот наклейки для того, чтобы мы продолжили вести, продолжили изучать тему природных зон России. И к тем урокам, которые у меня, методика выстроена так, что у меня, например, в неделю два урока по одному предмету, один урок чистый, а один урок интегрированный. И вот, конечно, вот сейчас, вот когда вот мы разработали интегрированные уроки, то пришлось, конечно, нам передать определенный материал родителям для того, чтобы эти интегрированные уроки были интересными. А вот именно домашних заданий, которые нужно распечатывать, то, ну, хорошо, что у всех есть принтеры, то есть у нас как бы есть возможность. У кого нет возможности, то мы тогда придумываем такие задания, где могли бы помочь родители и написать, в любом случае, что-то было, с чем он мог работать. Ну, таких у нас пока два человека, но справляемся. То есть можно войти в любую ситуацию, где есть и нет возможности. Можно найти какие-то решения. Спасибо за ваш опыт, как вы это все проводили. И напоследок, может быть, какие-нибудь советы для таких же воспитателей, учителей? Ну, один большой и главный совет – это не бояться. И самый такой вот очень важный момент – не бойтесь спрашивать у детей, не бойтесь у них учиться, потому что в мире, например, сегодняшних наших цифровых технологий, да, и компьютерных каких-то инновационных моментов, дети где-то знают больше, где-то больше соображают. У многих детей сейчас развито клиповое мышление, да, то есть им достаточно просмотреть 10-секундный, 20-секундный ролик, и они будут знать больше информации, то есть они умеют уже дать эту информацию. Для нас это пока непонятно как, потому что мы выросли на книгах и на тетрадях. А сегодняшние дети – это дети цифры. Поэтому не бойтесь, спрашивайте, креативьте с детьми, в конце концов придумывайте сами какие-то игры, играйте и обучайте детей, опять же таки, не отходя где-то от традиционной, школы обучения. Не забывайте про то, что нужно уметь читать, писать, но в то же время не играть. Хорошо. Спасибо вам за эфир. Если же, ну, если что, будут какие-то вопросы от наших зрителей, мы постараемся это все рассмотреть. Ну, до свидания. Заходим в Google Class. Домашняя работа по математике. Моя работа – прикрепить файл. Отправляем учителю. Грузится. Грузится. Сдано. Сдано. Домашнее задание к охоте. И играем. Кто управляет самолетом? Повар, продавец, летчик, моряк. Всех кормит, а сама не ест. Прошло два дня после воскресенья. Какой наступил день? Домашняя работа по математике. Явление природы – это изменение, которое происходит с предметами природы под воздействием окружающей среды. Какой предмет называют царицей наук? Биологию, химию, чтение или математику? Расположи в правильном порядке очередности растений. Правильной очередности растений. Где у нас? Сначала у нас корень. Затем что? Стебель. Стебель. Затем что? Лис. И цветок. Хорошо. Дальше идём. Как называется наука, которая изучает звуки речи, которыми мы произносим, когда говорим? Как называется? Фу-ле… Как называется? Наука. Фу-ле-ти-ка. Фо-не-ти-ка. Фу-не-ти-ка. 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 шахматы шашки таким словом из четырех предложенных можно закончить фразу в неделе 6 дней 7 дней 5 дней 8 дней каким деревьям относится ель пихта кедр и сосна я на первом месте теперь что ты делаешь фотографируешь и отправляешь и отправляю мучительно 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 мальчик